Доброе утро! Итак, мы снова в прямом эфире. Сегодня у нас... Так, это я не успела посмотреть на себя в зеркало, влетела, потому что у ребенка новогодние праздники, но слава Богу мы успели. Всем привет! Все, кто нас смотрит, сейчас буду приглашать Александру. Итак, тема у нас заявлена сложная. Абьюзерские отношения. Мы ничего практически в этом не понимаем, но хотели бы с вами пообщаться и поисследовать эту тему, так как наш сериал «Я заберу твою семью» дал почву для исследования. Очень много вопросов к нам в директ сыпалось по поводу того, что они считают ли вы, что это не совсем нормально такие отношения, но тем не менее, любовь все равно победила. Но надо понимать, что оправдывает ли все любовь, что можно себе позволить, что можно позволить своему партнеру. Вот об этом и хотели бы поговорить. Но прежде чем я приглашу Александру, как тетя Лена, хотела бы обозначить некоторые правила прямого эфира, которые хотела бы озвучить. Так как мы часто стали выходить в прямые эфиры, практика приветствуется вами и, собственно, нам тоже пока что это нравится. Я бы хотела вас спросить. Все те, кто смотрит прямой эфир в прямом эфире, пожалуйста, пишите нам свои вопросы. Приветствие ваше мы видим, ваше сердечки мы видим. Пишите только вопросы. Вопрос, касающийся темы эфира. Потому как, когда эфир идет в записи, то, что вы пишете не по теме, этого не видно, а нас иногда сбивает, и мы не видим целевые вопросы, что называется. То есть можем пропустить, так как увлекаемся беседой, не всегда удается смотреть вниз телефона. Буду вам очень благодарна, если вы будете общаться непосредственно с нами и непосредственно на тему эфира. Итак, приглашаю я поеду к контору. Вопрос отправлю. И, короче, как сказать? Сейчас Саша появится у нас в эфире. Саша же есть. Ура! О, привет! Привет! О, боже мой, как-то рада всех всегда видеть. Так, я надеюсь, у меня будет нормальный интернет. Нет, я специально вышла на улицу, специально сижу на улице, в машине, вышла из дома, потому что дома у меня интернета нет. Сейчас тебя прекрасно слышно и прекрасно видно. Дай бог! Все! Смотри, у меня опять же с собой. Все есть. Да, ты молодец. Я, к сожалению, не успела подготовиться, не успела записать вопросы, но прочитала все ваши вопросы, которые вам правят. Вопросник в сториз. Огромное вам благодарность за то, что вы участвуете вместе с нами, за то, что вы активны. И я так понимаю, что тема абьюзерских отношений затрагивает многих. Ну, собственно, давайте платаем. Спрашиваю прямо сейчас, были ли у нас абьюзерские отношения в жизни. Ну, наверное, давай начнем с этого, чтобы иметь основания. Чтобы люди... Да, давай с младшего, да, с меня. Давай. Ой, мне кажется. Вообще, вот, да, если рассматривать это слово, вообще абьюзер, это и есть манипуляция. Манипуляция или шантаж чем-то, кем-то, как-то, что-то. Естественно, мной манипулировали. Естественно. Потому что, особенно, когда я была молодая, особенно, когда влюбленности зашкаливало и вообще чувства запевали разум и сердце, и все на свете, то ты просто не понимаешь, ты просто восхищаешься человеком и не понимаешь, как тихонечко так тебя, очень грамотно. Но тебя контролируют и... Ну, это и есть, на самом деле. Но я скажу так. Мне эти отношения дали огромный опыт и очень огромный жизненный урок. Просто нужно уметь вовремя из них выходить. Опять же, вышла. Я из таких отношений не сама. Мне дали пинок и вышла. Опять же, мне повезло. Но я знаю, есть девушки, есть женщины, которые живут и не могут из этого выйти. Ни в коем случае никого нельзя осуждать. Ни в коем случае нельзя говорить, что вот, там, слабость характера, не любят себя. Нет, ну, просто это так. Я знаю на себя, когда запеваю чувства, когда ты просто другого ничего не видишь, ты просто всё, то вот случается, то это очень тяжело выйти. Без чьей-то помощи, я скажу, я бы не вышла. Без помощи человека самого уже я бы не вышла тогда. Вот сейчас я услышала два для себя главных слова. Это контроль и управление. С одной стороны, да? А другая сторона что чувствует? А другая сторона это я, так получается, да? Я чувствовала при этом полное смирение. В смысле принятие, что так и должно быть. Я сама, сама, саму себя ограничивала от других общений, от друзей, от подруг, от общества, от коллектива, от каких-то мест, от интересных событий. И мне даже этого не хотелось. И тем самым я потеряла полностью круг общения. Вот так. А ты не чувствовала угнетения вообще? В тот момент нет. Но потом, но нет, я чувствовала это через другое. У меня были другие проявления. У меня был огромный психоз, у меня были огромные нервные какие-то выплески, стрессы. А также я старалась взять, как сказать, я не человек, который складывает лапки и все, и сидит на месте. Нет. Я пыталась как будто бы переиграть ситуацию. Я пыталась взять все в свои руки и тоже начать контролировать человека, что у меня совсем не получалось. Я просто как горошинки в стену, в стену просто. И у меня ничего не получалось. Но от этого мое психоэмоциональное состояние, оно ухудшалось каждый раз. Я худела на глазах. Я весила в один момент 37 весила. А это уже все. И все из-за нервного стресса. Поэтому, да, было такое. У меня был опыт. И я ему даже благодарна очень сильно. Давай попробуем тогда найти формулу, как выйти из этих отношений. Очень многие задают вопрос, да, большими буквами. О, как выйти. Да, у меня тоже были такие вопросы. Как выйти? Знаете, я в какой-то момент стала... Это лично мой опыт, опять же, делюсь, да. Я стала замечать все вокруг, стараться специально замечать все вокруг. Я выходила на встречи там с подругами, и я понимала, что мне, грубо говоря, я вот сижу, улыбаюсь, мне как бы все весело, но внутри меня окошки прям скребли. Но я себя вытаскивала. Даже если мне не хотелось. Я просто себя вытаскивала. И потом работа, проекты. Когда ты занимаешься любимым делом, когда ты занимаешься то, что тебе нравится, то, чем ты просто вот горишь, оно помогает. Это, наверное, лучше всего. Работа, вот свое любимое дело, это лучше всего. Просто ты понимаешь, у нас такая профессия, да, что не всегда есть проекты. Иногда там затишник какой-то, да, хочешь попробуем. А пробы это, опять же, сравнение. Это, опять же, как, грубо говоря, ты постоянно приходишь на соревнования и не побеждаешь, да. Опять же, это по самолюбию очень сильно ударяет. То тяжелее всего в такие моменты, когда не было проектов. А когда были проекты, так оп-оп-оп, и как раз в проектах мне приходила мысль, что стоп, стоп, Саша. А почему же ты когда в своей жизни, ты себя так ведешь? Почему у тебя вот так все? Тебе надо жить, радоваться. И опять же, возвращалась с проекта, все, первое время нормально-нормально, а потом я опять погружалась в отношения, и все. Но работа сейчас, но работа, когда она стала уже такой регулярной и постоянно, когда я убрала ту работу, которая мне не нравилась. Потому что я работала достаточно, у меня были разные дела. Я много чем зарабатывала, работала и так далее. И когда я убрала, рискнула то, что мне не нравится, то, что у меня забирает силы, то стали приходить, слава богу, проекты, и все потихоньку выстрелилось. И опять же, мне повезло, девочки, мне повезло. У меня попался такой человек, который сам взял, и меня потом сказал, «Все, давай, ну, грубо говоря, пока, и тебе нужно самой жить, быть и расти». Поэтому мне немножко еще повезло, меня подтолкнули. Подожди, подожди, то есть это с ним были абьюзивные отношения? Да. Капец. Я так считаю. Это манипулятор, манипуляторы, есть такие мужчины, манипуляторы такого уровня, что ты никогда в жизни не поймешь. Никогда. Ну, я думаю, ты знаешь. Давайте немножечко уведем сейчас для исследования. Из внешней области во внутреннюю область. О себе. Ну, мы сейчас говорим, я так понимаю, что вопросы задают скорее жертвы, чем абьюзеры, правильно? Сейчас с нами участвуют в чате в прямом эфире. И жертвы, простите, что я вас так называю, я, например, тоже жертва скорее, чем абьюзеры. Да, мы все жертвы. Конечно, я еще тот управленец, ну, такой поверхностный. Встань туда, сядь сюда, свари суд, сходи в магазин. Но, тем не менее, съехать в позицию жертвы очень легко мне. У меня, например, сейчас стопроцентное абьюзивное отношение со временем. Оно очень меня угнетает. Я никогда не успеваю. Оно летит. Оно не резиновое. Я его спрашиваю, почему ты не резиновое? А оно говорит, ну, вот так вот, давай успевай, детка. Я надеюсь выйти из-за этих абьюзивных отношений. Ну, когда-нибудь мы договоримся со временем, и все у нас будет ладно. И, опять же, когда я размышляю об этом, я понимаю, что оно не виновата. Оно всегда было вот таким. А это я не умею планировать или думаю, что я вдруг почему-то за 15 минут успею это, это, это. А нет, не так. И, ну, это без самокопаний, ну, в смысле, безболезненных самокопаний. То есть я не распинаю себя на кресте, я просто спокойно размышляю, что нужно сделать для того, чтобы все успеть. Опять же, с работой иногда у нас бывают объективные отношения, когда мы выходим на нелюбимую работу, почему-то делаем какие-то те вещи, которые не хотели бы делать. Все просто. Меняйте. Выходите из этих отношений, да, что касается работы. С работой, хотя кому-то, ну, вот, легко сказать, тяжело сделать, но, тем не менее, если вы сядете, мне вот очень часто помогает такая вещь, как я беру чистый лист бумаги, делю на две половины, пишу плюсы и минусы. Это очень помогает увидеть реально, чего больше, плюсов или минусов. Так вам будет легче решиться на какие-то действия. Итак, все-таки переведем в область отношений мужчины и женщины. Я тебе сейчас скажу, ты хорошую провела аналогию с временем, например, да? Почему? Потому что время, оно такое есть, оно всегда таким было, оно есть и будет, так же с человеком. Он таким был, просто ты этого не замечаешь. А потом, оп, и как будто происходит прозрение, а уже сделать ничего не можешь. Да. Хорошая аналогия. Первое. Нужно жить с собой в ладу. Да. Да? Вот вы есть у себя самая большая ценность. У себя и ни у кого другого. Люди могут приходить в вашу жизнь, могут уходить, кто-то задерживается надолго, кто-то оставляет подарки и дарит вам счастье, а кто-то уходит и что-то забирает вместе с собой. А вы всегда у себя останетесь. Вы самая большая драгоценность у себя. И надо в первую очередь себя беречь. Это такая, знаешь, внутренняя самодостаточность и внутренняя самореализация. Это очень такая хорошая тема, к которой я стараюсь идти и иду, и, наверное, только в последнее время стала более-менее себя саму ощущать. Потому что, кстати, находясь в таких отношениях, перестаёшь ощущать себя и полностью погружаешься в человека. Вот, говорю, от чистого лица. Просто от своего. Я соннула, потому что я спала три часа. Всё. И сегодня спала три часа? Я что-то вообще... Я, во-первых, не могла заснуть. Я поздно приехала. У меня вчера была хорошая встреча. Правда, она по делу была. Встреча хорошая. Сейчас перейдём немножко. А я приехала очень поздно. Потом ещё не могла столько же заснуть. Встала рано и поделала свои дела. И поэтому, ну, я так немножко расслабленная сегодня. Потому что, наконец-то, у меня сегодня хоть как-то ничего нет, никаких выждок никуда. А я ещё тебя с утра не спала. Ну, нет. Не-не-не, я уже, на самом деле, не спала. Я просто такая лежала, думала, так, вставать нет. Впервые за долгое время было такое состояние. Ты можешь встать, а можешь нет. Саша, я подумала, откуда берётся вот такое отношение к себе без любви и без уважения, когда мы позволяем другим людям нехорошо с тобой поступать? Откуда оно? Оно же у нас не с рождения появляется. Мы с этим не рождаемся сто процентов. Я не могу честно, когда... Многие говорят, что это идёт от воспитания и так далее, там, скидываются на родителей. Я с этим немножко... В этом есть доля, наверное, правды, да? Во-первых, если тебе постоянно говорят, что тебя любят и так далее, и тебе хватает любви, и понятно. Я, например, росла в семье, в которой достаточно строгий отец, очень строгий отец. И поэтому вот это воспитание было достаточно жёстким. Не было такого, что давай там люблю тебя, там... Не было такого. И я это нормально воспринимаю. У меня нет такого... Вот меня не любили, мне не говорили. Но это, наверное, тоже влияет, когда вот именно в семье есть такая гармония, есть такая прям, ну, грубо говоря, любовь, да, в открытую. У меня очень взрослый просто отец. Ему уже скоро, там, года через три, 70 лет будет. И поэтому он из тех времён советских, классных на самом деле, сильная личность, просто невероятно сильный мужчина. И поэтому не было такого, что в семье там что-то говорили, люблю тебя, солнышко, значит, не было такого. Он ещё мой тренер. Как бы мне могло ещё попасть за то, что я там сыграла плохо на соревнованиях. И это нормально. Я бы не была сейчас с Сашей, если бы у меня не было такого там отца и такой поддерживающей мамы. Мама поддерживала именно всегда в сторону отца. Это надо понимать. Потому что родители, потому что родители всегда были выше. Не было такого, что вот, там, нельзя дотронуться до ребёночка, нельзя там, ну, да. Поэтому я не могу сваливать, очень многие сваливают, что вот меня недолюбили, я не научилась любить себя, меня не любили. Можно так сказать? Я так боюсь это говорить. Нельзя сваливать всё на кого-то. Это же опять же, ты, получается, ищешь кого-то со стороны, и пытаешься свалить. Саша, не искать виноватых. Да. И дело в том, что это не поможет. Просто ты можешь понимать свою формулу, с которой ты вошла во взрослую жизнь. Да, вот когда ты начала жить самостоятельно и ощущать себя самостоятельно. Так вот, формула, которая нам закладывается при рождении от нам, потом в течение жизни, там, ну, условно назовём это 18 лет, когда человек начинает, может жить самостоятельной жизнью. Вот знаете, 18 лет тебе что-то вложили. Из какого-то калейдоскопа чувств сложится потом твоё отношение к тебе? Родители просто закладывают базовую. Ну да. Основу, да? И знаешь, что они заложили. Ты можешь понимать, ага, это просто родители ко мне так относились, я вправе это изменить сама к себе. И всё, после 18 лет ты можешь совершить некий перелом. Я просто понимаю, что девчонки, которые сейчас пишут, и мне в директ, и нам сейчас прямой эфир, а что делать, если вот родители не поддерживают. Тётя Лена такой отклик получила у зрителей, только потому, что она на все 100% поддерживает свою Ксюшу, не даст её обиду, и каждого порвёт, кто что-то ей плохое сделает, да? При этом не умея защитить себя. Ладно, это отдельный вопрос. Так вот, родители, я так понимаю, что не всем достаются такие. У меня, например, тоже не были идеальные отношения, у меня не идеальная формула базовая от родителей была получена. Но, тем не менее, мне от папы, в общем-то, досталась безусловная любовь, которую я на себе ощущаю. Но, тем не менее, я тоже сильно раненый ребёнок, который вынужден был потом во взрослой жизни находить любовь к себе. И сейчас, только к 43 годам, я пытаюсь безусловно бить, баловать себя, не требовать от себя какого-то такого максимума, который не позволяет спать ночами и так далее. В первую очередь, любовь и принятие себя. Сложно это сделать, потому что тебе не дали базу. Сложно, но возможно. Вы должны... Да, мне, честно, мне помогали... Не помогали, я смотрела на других. Я смотрела всегда, ага, о, вот это вот семья. Я проработала к педагогам в школе, прекрасной, в частной, ну, вокальной, где я, как бы, сейчас сама просто занимаюсь, приезжаю, пою. И я смотрела на отношения разные. Там приходили именно родители с детьми. И я смотрела разные. Наблюдала столько... Такие макеты семей. Такие разные, разных социальных слоёв. Просто от достаточно, там, от среднего класса до самых высоких классов, до самых... И меня учила, потому что были несколько семей, особенно, в особенности, одна семья, которая для меня, вот, пример. И я смотрела на них. Ищите просто... Мне, да, что помогает. Я всегда нахожу что-то вне, извне. Если чего-то нет у меня, я учусь или смотрю, наблюдаю, что происходит вот рядом. Что происходит хорошего. Только не на плохое надо обращать внимание и учиться плохому. А хорошее. Вот, там, примерно семья. Дети прекрасные, родители прекрасные отношения. Опять же, мы никто не знаем, что там творится, грубо говоря, за семью замками. Но вот то, как искренне они относятся друг к другу, какие у них тёплые отношения, я это замечала, и я понимала, что вот хочу так. А потом мозг начала работать. А как сделать, чтобы было так? Что нужно в себе поменять мне, чтобы прийти вот к такому? И я скажу, я иду только, я на пути. Не то, что я там что-то сделала, поменяла себе. Нет, я многое поменяла. Очень много. Отношения к себе однозначно поменяла. Очень кардинально. Но ещё только на пути, ещё только в начале пути. А я вот где-то год назад узнала такую технику, техника благодарности родителям, для того, чтобы перестать чувствовать к ним претензии внутренние. Мы, может быть, их и не формулируем так. Я, почему ты вот не дал мне это, или почему вы не дали мне это? Я хотела любви, понимания и заботы. Я была такой. А искусства, да? Вот мне очень обязательно просто 60 дней техника благодарности. Каждый день встаёте на колени и говорите, спасибо вам большое, мои любимые родители, что вы дали мне жизнь, дали это, 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 это. Всё, что не дали, но так получилось. Ничего страшного. Я вас всё равно люблю. Это даст вам такое облегчение. Вы перестанете, правда, с ними завязываться и жить в состоянии жертвы. Что, собственно, вам потом и переносит во взрослую жизнь. Вот это вот самое состояние. Вы не освобождаетесь от этого, а продолжаете искать те же самые отношения с другими людьми. Это у кого не сложились отношения с родителями. Вдруг. Да? И я так понимаю, что многие могут похвастаться с тем, что да, у меня всё в порядке, у меня поддерживают и любят. Ну, так и прекрасно. Значит, да, это не для вас. Нет, да. На самом деле, есть такие семьи, есть такое отношение. Это здорово. Это нужно ценить. Ценить. Самое главное. Я вот вижу, что многие пишут сейчас в эфире, отвечаем ли мы на вопросы. Те, которые пишут, да, отвечают. Да, отвечаем. Пусть пишет скочка. Саша, напиши, пожалуйста, ещё раз, что ты хотел спросить, я успею прочитать. Саша, наш Саша здесь. Да, наш Саша сейчас смотрит и хочет о чём-то узнать про абьюзивные отношения. Он пишет, что он абьюзер, и я не уверена, что это так. Наш Саша, второй оператор? Да, да, да. О, Саша! Наш оператор здесь. Ой, и Егор здесь. Егор. Свет, я заберу твою семью. Давайте, группа наша. Собирайтесь с нами. Как я вам встречаю? Я думала, почему же мы вот так вот практически каждый день выходим в эфир? А я поняла, что это не столько для зрителей, уж прошу прощения, потому что мы вас ещё пока не знаем, мы вас энергетически не чувствуем всё-таки, как чувствуем тех людей, с которыми прожили вот эти два с половиной месяца во время съёмки. Мы просто хотим видеть и слышать друг друга. Вот и Яна. Яна! Яна, задавай вопросы. Вот, Яна, кстати, можно и переби, пожалуйста? Прям не могу. Яна, ещё раз, хочу с тобой прямой эфир тоже, обязательно, потому что, потому что вот наша Яна, я обращалась, я со всеми общалась, но с Яной у нас был такой один разговор, что в актёрке, он так мне помог, потому что я увидела, как раз, почувствовала, какие у неё отношения с её прекрасными детьми, две дочери, и какие отношения. Я, наверное, всегда о таком мечтала, вот как раз говорю о том, что я смотрю, нахожу жертву, жертву нахожу, и такая думаю, о, хочу, так, но именно не думаю, как бы к такому прийти, потому что на самом деле Яна играет такую героиню у нас, да, можно сказать, даже однозначную, ну, не однозначную, конечно же, у неё есть своя история, но вот так прям первым планом, да, такая, деньги и так далее, но какой человек, вот сейчас меня Аня поддержит в этом, что совершенно это прекрасная жена, прекрасная мать и прекрасная женщина. И очень многие зрители благодарят нас за прямой эфир, за то, что мы позволяем им узнать, какие мы в жизни, особенно в отношении отрицательных персонажей, потому что это очень сложно, да, воспринимать человека не таким, каким видели его на экране, да, собственно, и про нас то же самое можно сказать, да, многие, может быть, разочарованы, что у нас с Александром Никитином не в браке, да, что у нас нет. Я с Андреем. Ну, это надо принять, пожалуйста, если вам хочется воспринимать нас как тет Лена и Ксюши, конечно, воспринимайте, дело ваше, но мы совсем другие люди. Аня и Саша. Ну, Аня, у меня к Ане вообще отдельное отношение, честно скажу, пока Аня здесь тоже. Я с первого дня поняла, что мое, мой человек, что-то вот свое такое прям, не потому, что нам надо было маму играть, причем у нас первые сцены были такие, не самые игровые, помнишь, с чемоданом в этом, в аптеке, что-то такое, наша встреча в аптеке с чемоданом. Да, я помню, это она была. Как бы все такое, что скомканно, как-то, я думаю так, я пока не буду мешать, думаю, все будет хорошо, по глазам уже вижу, что все будет хорошо, контакт будет, вот, потому что первые у меня смены были именно с тетей Ритой и с Алексеем, а с тобой у меня потом были, вот, наши актерки разделили, но потом мы все, а потом начали друг к другу ездить. Да, жизнь была за кадром, это, конечно, прекрасная. Да, повторить. Ну что, продолжим нашу тему, задавайте вопросы, а, кстати, что я, у меня есть вопросы, у меня есть вопросы даже больше к тебе, как к старшему товарищу, вот, давай так, как к тете Лене, а потом перейдем в жизнь. Очень хороший вопрос, мне он очень понравился, Леша выбрал Ксюшу из-за ее плохого отношения к нему, очень интересный вопрос, как ты думаешь? Я думаю, что нет, конечно, потому что полюбил он ее еще давно, сколько он говорил, шесть лет, нет, шесть лет вы знакомы, и полюбил он тебя тогда, когда еще не было у вас никаких отношений. Любовь, если мы говорим о настоящем чувстве, возникает на каком-то химическом уровне, ну или, я не знаю, так звезды сошлись, энергетики и все такое, оно завязалось, а потом уже два человека встречаются и пытаются быть вместе, учиться быть вместе, и, ну, если мы говорим об абьюзе, он появляется уже тогда, а если говорить о любви, то она возникает без прикосновения даже, если о взгляде, да, и вы же тогда не общались в пионерском лагере, когда ты была за ноги подвешена. Ну, он только там якобы издевался, опять же, опять же, ребята, вот вы смотрите весь фильм, да, весь фильм, и говорите, вот почему Ксюша не видит, она не видит Ксюшу, что он ее любит, потому что Ксюша не читала сценарий, это Саша читала сценарий, это вы видите все параллельные линии, как он там разговаривает с Моцартом и так далее, а моя героиня-то этого не видит, она не знает, что происходит, и она видит только то, какое отношение к ней, поэтому для нее, ну, какие-то его моменты были возможны и крайне, почему она так реагировала. Хороший вопрос, мне он понравился. Ну, то есть, если предположить, что вот в пионерском лагере они познакомились, и именно там у него зародилось это большое чувство, и потом уже, когда он пытался выйти с ней на общение, и натыкался на неприятие, я так понимаю, что из-за социального уровня, да, она не могла представить, что они могут быть вместе, и просто не умела ухаживала, назовем это так, да, у нас у всех были периоды не умел ухаживания, не умел у меня до сих пор, нормально, вот что, цветов и конфеты, и ты букетом по мордасам, конфеты в урну, это я до сих пор, причем, слушайте, в 17 лет я была не такой, я в 17 лет, мне, а я жила в общежитии, у меня были такие хорошие ухажеры, прям, где-то куда они пропали, не знаю, в общем, у меня были такие розы, я сейчас не хвастаюсь, я просто говорю о том, что какая я была умная, а сейчас нет, у меня были такие букеты роз, я их, я принимала, я принимала ухаживание, то, что там, довести, не довести, да пожалуйста, да, и ничего к себе не требовала, сейчас же, если мне кто-то говорит, Саша, давай я тебя довезу, у меня сразу внутри, знаете, какие мысли, так, а что ему надо, так, с ней же придется общаться, так, стоп, а значит, мне надо бензин заплатить, наверное, да, чтобы все, у меня уже все, я не умею принимать, я за это время разучилась принимать подарки, вот очень важно, да, наверное, научиться принимать подарки, а я не умею, вот это, вот это как раз, можно к Яне, отнести этот вопрос, она расскажет, как быть настоящей женщиной, из этого складывается женственность, да, мы должны уметь принимать, как говорит Яна, когда она мне пишет какие-то комплименты, ты такая хорошая, ты такая красивая, ты так молодец, хорошо сыграла, я говорю, спасибо большое, она говорит, ты не должна благодарить это, да, мне тоже так же Яну пишет, и, а я, я не понимаю, а я даже иногда, я тебя перебиваю, прости, просто это так, у нас с тобой очень много схожего, в том, что когда тебя хвалят за то, что ты хорошо что-то сделал, я даже, мне становится как-то не по себе, я не умею принимать комплименты, это искренне, это не на прос, и не на прашивание, на то, что, там, ой, да, больше мне, больше, нет, просто я такая иногда думаю, а, круто, а просто сказать спасибо, это же слишком мало, а сказать благодарю, это тоже мало, надо что-то сделать, как отблагодарить? Саш, нужно быть в процессе, вот, я немножечко, шаг уже сделала вперед, к принятию комплиментов, мне кто-то когда-то сказал, что нужно внутренне произнести фразу, да, это так, это я, я такая, хотя бы внутренне, и я вот именно в этом сейчас процессе нахожусь, когда меня хвалят, я так, ммм, это я, интересно, а потом уже мы научимся говорить спасибо, ну, или просто с благодарностью воспринимать вот эти поглаживания по голове, к которым не привыкли, совсем не привыкли, но, это тоже такая ловушка, в которую, ну, лучше не попадать, если верить в то, что все люди искренне, или пускай эти комплименты, ну, никак не влияют на твою оценку, вот от того, что тебя похвалили, или не похвалили, ничего, ровно, счетно, не поменялось для тебя, ты как была хорошая, так и осталась, ну, или какая-то, какая-то такая, какая есть, ну, вот в нашей, немножко переведу в область работы, в нашей работе, мне во всяком случае, очень тяжело работается, когда я не слышу от режиссера, хорошо или плохо, аналогично, и когда нет никакого комментария, никакого взгляда, никакого слова, и ты не понимаешь, это то ты сделал, или не то, что поменять, в этом смысле, с Сережей, у меня, была такая сцепка, такая связь, я могла на него посмотреть, увидеть его взгляд, он мог мне просто кивнуть, моргнуть, одним-двумя глазами, я все понимала, да или нет, честно скажу, я иногда доставала, нашего режиссера, подходя, так, туда, Саша, туда, спокойно, туда, я так, более-менее, так, ладно, 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 это не к тому, чтобы услышать, о, господи, ты гениально, а просто, да или нет, ты туда вообще идешь, или нет, или ты уже свернул, и все, уже в лес пошел, как можно понимать, договаривайся, Саша снова написал нам какие-то сердечки, но не написал вопрос, и Женя появилась в эфире, но мы продолжим, продолжим все-таки, сойдем на тему отношений мужчины и женщины, вот был еще вопрос у девчонок, а что если мужчина ударил, парень, мужчина, девочки, умоляю вас, лучше раньше, чем позже, обозначьте свои границы, личные границы, что с вами можно делать, а что с вами нельзя делать, я понимаю, что сейчас очень сложно судить о времени, в котором воспитывали нас наши родители, да, и, ну даже и в наше время сейчас есть, когда детей бьют, и они к этому привыкают, они считают, что это нормально, что особенно вот родителям ни в коем случае нельзя это делать, потому что ребенок делает связку, бьет, но любит, потому что родитель должен любить, это единственные, ну два человека на земле, которые любят, и они бьют, значит это нормально, так вот это ненормально, я призываю всех родителей найти в себе силы, найти в себе ответы на вопросы, как так воспитывать детей, чтобы не прикладывать руку, я могу поделиться своим опытом, так как я мама, еще пока молодого человека, ему пять с половиной лет, но тем не менее у меня тоже вставал вопрос, хотя я внутренне себя отвечала, что я, я никогда бить детей не буду, но иногда ребенок тебя доводит до такого иступления, когда ты готов и кричать, и все что угодно делать, но на самом деле это можно не делать, просто, ну понятно, пусть не кричать на своего ребенка, не бить, но при этом договариваться, и не идти у него на поводу, а выстраивать границы в отношении с детьми, но ты уже тоже потом сама поймешь, когда у тебя дети появятся, дети это самый главный абьюзер нашей жизни, для матерей, вот там вот веревочки будут виться, вообще конкретно, и так быть в плоскох здоровых отношениях, и он, главное, тебе будет потом благодарен, я первые годы жизни особенно, была такой жерпой, своего ребенка, готова была делать все для него, и потом поняла, что он, так как ему разрешают, и на тем пользуются, и умные люди подсказали, алло, алло, гараж, девочка, ты кто для своего ребенка, ты должна быть примером матерью, которая любит, но ни в коем случае не является вот такой зайкой, как когда бьет, значит, любит, Саша пишет. Да, бьет, значит, Саша, нет. Нет, бежать, вот тоже Яна написала, бежать, 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 сразу включайте пятую скорость, садитесь в Порш и летите, что есть силы. Нет, если случился первый раз, будет второй, третий, четвертый, пятый, десятый, как бы вы сильно не любили этого человека, любовь не оправдывает все, не разрешайте им делать с вами то, от чего вы страдаете. Вот это как раз. Эти слова могут быть пустым звуком для вас, если вы это не приняли как правило. Вот говорят, надо вовремя понять. Начинайте уже сейчас. Просто когда вы вступаете в эти отношения, не в эти, а просто в какие-либо отношения с мужчиной, вы должны понимать, как вы хотите, чтобы к вам относились. Вот и все. Да, ну вот, да. К сожалению, меня этому научила сама жизнь. Учит, не научила, учит. К сожалению. Потому что, ну, ты знаешь, какие со мной происходили события в последние месяцы. И я понимаю, что попала под реально раздачу манипулятора и администратора им еще полностью. Просто, ну, там, букет еще. Но мне надо было это пройти. И пройти именно с вами в Ягодах, в другую семью. Мне надо было это пройти. Все, что было сейчас, видимо. Потому что после, только после вот моих событий, после того, когда меня действительно растоптали, я поняла внутри искренне, что такое личные границы. До этого я знала это как фраза. До этого я знала это, что я такое в уме. До этого я понимала, что, да, личные границы. Но сейчас я точно поняла. Ну, в смысле, внутренне это осознала. Но через такую боль. Как научиться не доводить до крайности? Как научиться не доводить до крайности и понимать это? Это нужно прям, чтобы разум, наверное, над чувствами превалировал. Ну, я считаю, что, ну, вот, если воспринимать отрезок, вот здесь начало, а здесь крайность. Вот вначале надо останавливаться. Ну, если есть силы, да, если уже есть опыт. Ну, так, чтобы не проживать какой-то свой опыт, слушайте умных людей. Если нет рядом, как же выбрать умного человека? Ну, не знаю, сердце подскажет. Вот если кажется вам, что этот человек даёт какие-то издельные советы. Это тоже сложно, да? Нет, оно на самом деле вообще такое. Это, наверное, да, человек должен уважать как раз свои личные границы. Изначально уважать их и не покушать. И это будет первое. И это он уже лезет, уже с первых моментов, там, со второго момента уже начинает пролетать. И так сначала щёлочку делает, потом сломает твою вот эту стену, да? А ты подваляешь. Это всё. Именно вначале. Именно если он начал уважать начальные твои личные границы, твои как бы даже не условия, а вот, да, твоё восприятие, твоё отношение к жизни, к твоим друзьям, к твоему окружению, общению, то, наверное, это тот человек. Если вы заходите уже внутри абьюзивных отношений, допустим, вам тяжело, в принципе, объективно осознать эту ситуацию и своё положение. Ну вот тяжело. Не чувствуете, не понимаете. Слышите, как пустой звук, мы вам говорим, ребят, ну или девочка, ты в абьюзивных отношениях, ты жертва сейчас, выйди из них. Просто пустой звук пролетел, воно ухо влетело, воно вылетело, да? Да. Дайте себе возможность день, два, три, ну и сколько у вас, ну, позволит вам жить, выйти, ну, уехать, что называется, на необитаемый остров, уехать к подруге, уехать к какому-то близкому человеку, который сможет с вами просто посидеть, помолчать. Или вы выговоритесь и немножечко придёте в состояние дзен и посмотрите на эту, сможете посмотреть на эту ситуацию со стороны. Очень в этом смысле помогают расстановки. Знаете, что это такое? Саш, ты знаешь? Нет, я не сходила на расстановки, нет, пока нет. Ой, это вообще крутая тема. Я знаю, но я не ходила. Не ходила. Я в своё время, ну и продолжаю увлекаться психологией, потому что наша актёрская профессия не заставляет нас, да, мы, это часть нашей профессии, интересоваться людьми, изучать людей через психологию. Так вот, расстановки, в первую очередь, для меня сделали огромный рывок в осознании того, как я живу. Чуть-чуть постараюсь вкратце рассказать. в кругу, вот этот вот круг, который в кино показывают, сидят люди и говорят там, здравствуйте, я алкоголик, будем знакомы. Ну, у каждого своя беда какая-то. Мне в самую первую встречу я пришла с заместителем, это называется быть заместителем, когда ты участвуешь в чужих жизненных ситуациях, но не разбираешь своё. Так получилось, что я стала героем и разбирали мою ситуацию. При том, что я не была готова ни как-то откровенничать, ни что-то рассказывать, ни себе не делиться своими бедами. Психолог очень грамотно со мной поступил, уже стал врасплох и разобрали мою ситуацию. Это было потрясающе. Там выбирают заместителя, то есть выбирают Аню. Выбирали Аню, то есть другой человек был мной. Я ничего не рассказывала. Никто и ничто, ни как я, ни что за ситуация. Был один единственный вопрос, на который должны будут отвечать все участники этой ситуации. Что ты чувствуешь? И вот первый вопрос был задан мне конкретно. Я в тот момент испытывала чувство вины. Вот это чувство, с этим чувством вины, Аня, мой заместитель, встала в круг. Потом выбрали чувство вины. То есть человек был виной. Ага. И психолог попросил, встань, пожалуйста, где ты считаешь нужным. Вина подошла к Кане, взяла ее за руку. И, о боже, это было потрясение. Психолог спрашивает, почему ты взяла ее за руку? Она говорит, а я всегда с ней. Я всегда с ней. Я поняла, что я живу, вот так вот держа за руку вину. Это интересно. И я не могла это осознать, как это так. Ну и так далее. Дальше начали развивать к кому, из-за чего, почему. И вышли в итоге к тому, что я совершенно по-другому воспринимала эту ситуацию, в которой я нахожусь. Это очень круто. Что касается объема, я считаю, что вам очень сильно помогут вот подобные расстановки, чтобы вы смогли увидеть себя со стороны. Так как внутри, конечно, ситуации не должно быть. Ну да, да, да. А те, кто и там еще не оказался, и не собирается, но тем не менее задают себе вопросом, как там не оказаться, да любите себя просто. Вы, зайки, киски, лапки, вас нужно обнимать, целовать. Да, я облизываю. А он там до этого, посмотри, что он до этого написал. Он написал, а если там муж приходит в работу уставший, посмотри. Наш оператор просто самый лучший, ребята. Давайте будем понимать, что в отношении мужчины и женщины, да, кто-то иногда дает, кто-то получает. Это может меняться. Это необязательно, что с ноги дверь открывают, да, а жена ему на подносе обед приносит. Вот я не приношу обед на подносе, потому что у меня сумасшедший ритм, и слава богу, мой муж тоже из кино, он тоже это понимает, и у него такой же сумасшедший ритм. Мы стали позволять себе, например, обедать не дома, обедать, ужинать, иногда завтракать. Нет, ну все-таки завтракаем дома. Я стала это позволять, потому что я считала, что жена должна кормить своего мужа. Вот не с рук жены, муж не должен есть ни в коем случае. У меня там был такой... И когда мой муж, например, куда-то заезжал в гости к кому-то и говорил, да я там поужину, не переживай. В смысле, тебя другая женщина покормила? Этого не может быть. Опа! Так, стоп. Мне кажется, я адмюдер. Я бы... Я бы такой... Не знаю. Так, стоп. Если бы мой Агапов, например, заезжал к Юле. Я так просто, да? Думаю. Так. Я бы выяснила отношения. Ну все, сгадание это проходит. Тебя начинают требовать в ужин, а ты не успеваешь. Слушай, сходи, поешь. Юль, привет. Слушай, можешь, пожалуйста, накормить... Ну, слушай, хорошая тема. Не знаю, вот был хороший вопрос сейчас, я просто читала параллельно. Как такое двойное обращение Аня, Саша, как справиться с одиночеством, что-то такое. Скажу так. Я, например, не то, что одинокий человек, я свободный человек. Опять же, не одинокий, а свободный. Свободный человек. Это очень важно. Потому что мне можно во всем сказать, что я одинокий сейчас человек, потому что, кроме кошки, на самом деле, да, у меня есть, опять же, у меня спасатель, у меня есть подруги, действительно лучшие подруги, но они, у каждой съемки, у каждой своей дела, мы не встречаемся там раз в неделю, мы встречаемся раз в месяц, дай бог. Вот. И поэтому я могу сказать, что я вот одинокий человек. Нет, я свободный человек. И опять же, над этим я тоже работаю, как и в быже. И нужно, опять же, я сама себе, сейчас себе говорю, нужно учиться наслаждаться свободой. Реально, я иногда прихожу домой и думаю, круто, никого нет. Да круто! Я могу сейчас делать то, я могу сейчас это делать. Я могу не спать, могу спать, могу поесть, могу не поесть, могу заказать, могу не заказать, могу посмотреть, не посмотреть. Понимаете, это нужно осознать, что свобода и свобода выбора есть. Свобода за собой несет свободу выбора. И принять это. Но никогда не говорить, что я одинока. Я сама, опять же, я не только вам это говорю, я себе это говорю, потому что я сама через это все прохожу. Вот это очень круто, мне кажется, это достойно отдельного эфира, эта тема по поводу свободы, потому как я до недавнего времени тоже считала, ну, не тоже, а считала одиночество, пока что я его так называю, неким угнетенным для себя состоянием. Я человек, который не может быть один, ну, катастрофически, хотя иногда хочется сбежать на необитаемый остров, ну, от количества общения и так далее. И для меня, например, есть очень большая разница, когда я в экспедиции, ну, например, в Киеве я в экспедиции, да, я в другом городе, я абсолютно одна, мой муж и сын остаются дома. И так мне дико одиноко, никого нет вечером, с кем можно поговорить, кто будет на себе прыгать, кричать «мама, мама», «этот вопрос», «этот вопрос», «этот вопрос» и так далее. Да? Но, тем не менее, я сейчас тоже подхожу к тому, что нужно получать удовольствие от этого состояния, ни в коем случае не называть его со знаком «минус». Да. За время съемок «я заберу твою семью», я успела начать учиться. Правда, не все лекции были мною прослушаны. Но я не знаю, что мы раньше когда-нибудь выполняли. Мы выполняли. Свобода дает очень много... Вот, видишь, я уже тоже называю это словом «свобода», а не «одиночество». Свобода дает очень много возможностей развиваться. Нельзя сказать, что в отношениях вы не развиваетесь. Слава Богу, что если вам ваша вторая половинка дает возможность развиваться, это надо ценить, естественно. Ни в коем случае, девчонки, не уходите в кастрюле и уборку, готовку. Развивайте, сидите дальше. И тем самым ваши отношения с мужем тоже будут развиваться. Чтобы потом не сталкиваться с этими кризисами 7, 10, 15 лет совместной жизни. А для того, чтобы вот как я, напрожить уже 25 лет вместе и быть счастливыми и довольными. Вот я не думаю, что нужно сделать эфир на тему «Счастливая жизнь в браке». Да, со мной! Скажи нам, как это? Со мной! И вопрос был, замужем была я или нет, тоже сейчас спрашивают. Нет, я не была ни замужем, нет, не была. Что сказать, замужем не была? Не знаю, что это такое пока что. Может, я не знаю. Более всего, я уйду. Да. Как признаться парню, что ты чувствуешь? Было ли в твоей жизни когда-нибудь, когда ты сама первая признавалась о своем чувстве? Ну, в моей жизни было не так много отношений, всего два. Поэтому ни разу, ни первый раз, ни второй раз я первая не была. Нет. Нет. Но если мне кто-то нравится, просто нравится, ну, просто извлекая там эстетически или как-то, честно скажу, это не относится к тому, что я признаюсь, но я могу сказать и подойти. Слушай, слушай, у тебя, как Саша, подошли однажды, да, сказать, у тебя такие красивые ресницы. Я могу делать комплименты. Смотри, я могу спокойно, я вообще в принципе умею делать комплименты. Не умею их принимать, но могу сказать, любой женщине на улице подойти и сказать, вот там у вас такая прекрасная улыбка. Или любому мужчине у вас там такие, не знаю, добрые глаза. Поэтому, мне кажется, если как-то хочется признаться кому-то в чувствах, может быть, начать просто с внимания к нему. В плане просто проявить к нему внимание. Человеческое внимание. Человеческое. Вот я спрашиваю, да, стоит ли быть инициатором отношений. Я в свое время, где-то лет в 15, тоже начала задаваться этим вопросом. Особенно тогда, когда на дискотеках в пионерском лагере вот так вот мальчики стоят вдоль стеночки, а девочки танцуют и ждут, когда их пригласят. Меня дико, ну, я не принимала эту ситуацию. В смысле вы стоите или мы стоим и что-то ждем, когда нас пригласят. И вот уже тогда я себе ответила на вопрос, что вообще нет ничего такого, если ты подойдешь и ты пригласишь. И я подходила, и я приглашала, все девчонки меня завидовали. Я справилась только смелости. Зато я имела танец, да, у меня, ну, тогда еще 17 лет у нас не развивались, но какие отношения. Я дальше ничего, ничем делом не заканчивала, но я подходила, приглашала. Мне не отказывали, мы танцевали. Хотя нет, вру, может быть, какие-то отказы и были, но это никак меня потом в дальнейшем не останавливало. Потом, например, тоже это из пионерской жизни, из тех летних месяцев, проведенных... Я просто уже вспоминаю свои лагеря. Слушай, это было круто. Например, я училась целоваться с мальчиком. Ну так, давай, слушай, научимся целоваться. А давай. Вот нам по 15 лет. При том, что мы не парились с девушкой, мы такие друганы, а давай, а давай. А все это нужно, даже наезде не прятались. Это было, ну, кинематографично. Мне кажется, нужно снять картинку метражку на эту тему. Это была, причем, зимняя смена. Мы почему-то ездили в бассейн в цельненском лагере. Вот нас весь отряд ездили в бассейн, и мы там всем отрядом плавали. Мы с ним договорились, давай так, чтобы никто не видел, чтобы нас потом не захейтили, правильно? Да, да, молодец. Мы так договорились, ты стоишь в одном конце бассейна, я стою в другом конце бассейна. Потом мы по команде ныряем, встречаемся в центре бассейна, ты ловимся, и дальше оп, и никто ничего не видел. Ай, ничего не было. Вот у вас план был прекрасный. Слушай, а у меня был первый поцелуй в 17 лет. О, боже, уже, не знаю, это как-то было, это так было странно, меня просто поймали. В плане, меня как-то, я очень нравилась этому парню, он меня как-то увлек, отвлек, там, типа, о, классно, а у меня с тобой есть всегда ракетка на сталь на теннис. Я кандидат-мастер от спорта, и у меня всегда она с тобой в чехле все, ну, как надо, это профессиональное все. И он такой, ой, а что это у тебя? И он, я говорю, о, давай я тебе покажу. Я такая, тянусь к тумбочке, он просто меня берет, как ага, поцелуй. И в этот момент я понимаю, и почему все в восторге. Стоп. Что это? Фу. Ужасно? Фу. Нет. И после этого я вообще, в принципе, представляете, да, 17 лет, уже, по сути, взрослая девушка. А потом у меня достаточно долго, я вообще ни с кем не дружила, потому что я не понимала, если уж от этого люди как-то кайфуют, а я не кайфую, значит, это не для меня. Ну, потом появился уже молодой человек, и я тогда поняла, что это достаточно приятное дело, когда ты любишь человека. Мы такие вещи сейчас рассказываем, но мне так приятно, что вы на Сутске. Это просто детство, это просто было давно. В лагерях, да. Каждый из нас вправе быть сантой для себя в этой жизни. Мы все друг для себя, в первую очередь, в подарки. И нужно погружать себя именно в праздничную атмосферу. Не нужно знать одного дня в году, да, под Новый год. Я говорю, каждый день для вас подарок, каждый день себя любите, балуйте, радуйте. Вы сами для вас санты. Хотите быть и снегурочками, хотите быть и свет морозами, но вы делаете праздник для себя. И не позволяете никаким бабкам-ёшкам и снежным королевам портить себе жизнь. Да, и ещё вот от тебя, опять же, да, мой, может быть, ты тоже с этим сталкивалась. Просто я, как сказать, у меня нет ни на ком ответственности, кроме как, опять же, повторюсь на кошке. У меня есть кошка, и у меня есть на ней ответственность, как бы я ответственна за неё, да. Но у меня была проблема. Я боялась тратить на себя свои заработанные деньги. Как бы, как это я себе что-то возьму, как это я себе что-то куплю. Да нет, лучше я кому-то подарю, лучше я кому-то что-то возьму. Нет, если вы зарабатываете, если вы можете себе что-то и хотите себя чем-то побаловать, я не говорю про транжирство, про не путать. Именно хотите себя побаловать, именно хотите тебе, и вы действительно понимаете, что это вам нужно, берите, потому что это вам принесёт такое удовольствие. И, как сказать, ценность к себе, это добавить любви к себе, и вы сами внутренне себя будете поблагодарить. Очень простой пример. Снималась в Питере на отеле Фениксе, мне пришёл первый гонорар, а я очень люблю кроссовки. Вот прям люблю кроссовки. У меня никогда не было классных кроссовок. И пришёл гонорар, достаточно небольшой относительно. И я понимаю, что я, наконец-то, хочу себе позволить эти кроссовки. На что я встретилась с критикой от разных людей, от близких, от друзей, от родных, что типа, аж, ну, такую цену, там, кроссовки покупать, нет, не надо, потому что это просто кроссовки, ты на следующий день о них забудешь. Я могу сказать так. Я послушала себя впервые в жизни. Это было чуть больше года назад, представляете. Да, мне 26 лет, а я чуть больше года назад только начала это как-то в себе работать с этим. Я покупаю эти Джорданы. Я могу ещё раз повториться. Я до сих пор благодарна себе, что я это сделала. Я их надеваю, и я так счастлива, потому что их действительно хотела, потому что их любила. Единственное, я послушала других людей, что типа, да, это же просто вещь, там, да, она тебе не нужна. Я искренне их хотела. Я не жалею до сих пор, что я потратила, там, хотя у меня был только мой первый гонорар. Было, да, ни разу, можно сказать, но всё равно я на будущее понимала, что у меня будет что-то ещё. Я это сделала и не жалею. Поэтому не жалейте на себя, пожалуйста, ничего, именно на себя. И это как, знаешь, это как работает в самолёте. Сначала наденьте маску на тебя, а потом, ну, грубо говоря, на ребёнка. Потому что спасите сначала себя, и тогда рядом, наверное, люди тоже, они окажутся тоже в безопасности в вашей любви. Именно себя. Вот это мне помогло. Даша, можем ли мы резюмировать мой эфир, пускай первый, надеюсь, не последний на эту тему, тем, что в нашей жизни будут и те люди, которые нас поддерживают, вдохновляют, поднимают нашу самооценку. И те, кто критикуют или чем-то недовольны. Да? Конечно. Будут и другие. И только вы в праве выбрать, с кем быть рядом и с кем общаться. Да. Если вы внутри здоровы, если вы себя любите, вы будете, естественно, выбирать тех, кто вас будет вдохновлять. С помощью их поддержки вы будете двигаться вперёд, будете развиваться. Их столько же, сколько и других. Но вы в праве наполнить свою жизнь именно этими людьми. И не тратьте время на тех, кто вас критикует, вами недовольны или что-то ещё. Они будут всегда, но их, пожалуйста, в сторожку. Причём, когда необъективно критикуют. И необъективно, а на вас повышают голоса. Так как всегда необъективно. Хорошо. Не надо никого слушать. Мы сами для себя самые главные клиенты. Ну, да. Особенно мы. Приятно было с тобой поговорить вновь. Приятно было тебя видеть. Я очень тебя люблю, очень скучаю. Надеюсь, мы скоро увидимся. Надеюсь, вы приедете. И мы с тобой встретимся. Ну что, следующий эфир пока объявлять не будем, потому что не знаем сами, когда. Да. И темы. Подкидывайте нам темы. Да. Практику пока оставляем. На это пока хватает времени. Впереди у нас ещё розыгрыш наших подарочков. Да. Идите за эфирами, за сторисами следите. Для кого-то подарки будут сюрпризом. Оставляем вас пока в неведении. Спасибо вам огромное за ваше активное, за ваше участие, за то, что нас смотрите. Ну и до новых встреч. Пока. Сейчас, подожди. Как это? Где? Как-то вот так. Учебное сердечко вот это вот. Я не знаю. Просто двумя руками делали. Двумя руками. О, вот так. Или вот так, смотри. Боже. А сейчас вот так. Ну что это такое? Ну всё. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok